Кто такие геофизики и в чем заключается их работа? Ответить на эти вопросы теперь без труда могут 15 воспитанников молодежного центра «Вектор». На днях с экскурсией ребята побывали на предприятии «Газпромнефть» в «Ноябрьснефтегазгеофизика». В метрологической лаборатории установлено оборудование, на котором проверяются и калибруются все геофизические приборы. Если они проходят калибровку, то есть соответствуют своим техническим данным, они выпускаются в работу. Здесь же, в метрологической лаборатории, у школьников появилась возможность, наверняка впервые в жизни, заглянуть в самую настоящую скважину. Их здесь три, и они разной глубины – 670, 310 и 104 метра. А пробурили скважины еще до того, как начали строить здания. Кстати, каждая предназначена для определенных методов исследования. Это так называемые контрольно-поверочные скважины, в которых тоже мы можем в реальных уже условиях проверить нашу геофизическую аппаратуру. Просто опускается с помощью спускоподъемных механизмов прибор в скважину и проверяется его работоспособность уже непосредственно в скважине, а не только в образцах. Мне кажется, это очень сложно. Но я не знаю, тут столько всего разного, всякие вот эти вот штучки, вон сколько всего. Конструктор, он конструирует новую технику, он осуществляет компоновки в условиях ограниченных габаритов. Он работает в условиях жестко заданных ограничений. И в условиях этих жестко заданных ограничений он должен сотворить инженерный шедевр. И таких шедевров у конструкторско-технологической службы немало. К примеру, 17 технологий, защищенных почти двумя стами патентами, уже не первый год активно применяются в работе. Кстати, школьникам начальник службы Илья Петрушенко рассказал, что с французского инженер переводится как изобретатель. И посоветовал небезосновательно в будущем выбирать именно инженерные специальности. На одну вакансию, которую дают по гуманитарному профилю, претендуют 10-12 человек. В то же самое время, как, скажем, недостаток инженерных кадров на некоторых предприятиях, в том же машиностроительного профиля, уже достигает до половины списочного состава цехов. Владислав Цивилин, десятиклассник из девятой школы, свое будущее собирается связать с нефтегазовой отраслью. Поэтому внимательно слушает все, что рассказывают о своей работе сотрудники «Ноябрьскнефтегаз-геофизики». Узнал, например, то, что скважины бурят под углом, сначала, например, вертикально, потом уже переходят в угол. Вот это и было интересно, как вообще трубы соединяются сначала, и потом, как они вообще. Оказывается, что эти 4 километра, чтобы завернуть, там одна труба 10 метров всего, и они буквально на миллиметры каждая переворачивается, и так получается угол. Дружба геофизиков и вектора давняя. Сотрудники предприятия нередко принимают участие в различных мероприятиях молодежного центра. Да и сами ребята интересуются работой нефтегазового предприятия. Геофизики рвения школьников поддерживают. В том числе проводят такие вот экскурсии. Ведь заинтересовавшись сегодня, это не простой, а самое главное – нужной профессией. Возможно, завтра кто-то из ребят придет сюда работать. Геофизика, как это раньше говорили, непарадоксальная, повторюсь, это глаза и уши буровиков. Буровики, они молодцы, они бурят, да? Ну, куда они бурят, и что они получают, они не знают. А вот что они получают, и как они пробурили, и качество бурения, и количество нефти, и там, ну, все, что существует, все процессы, которые происходят в скважине, это уже определяют геофизики. Ольга Попова, Виталий Харченко, новости нашего города.